От патриотического воспитания и духовных ценностей до лучшего фоторепортажа и телевизионной программы. В областном правительстве наградили победителей и лауреатов регионального творческого конкурса по журналистике. Лучших сотрудников медиаотрасли, телевизионщиков, радиоведущих, журналистов, печатных и электронных изданий поздравили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Всего в этом году в конкурсе было 17 номинаций. Заявки на участие подавали более 50 представителей печатных и электронных СМИ, как районных, так и городских. Жюри рассмотрело почти три сотни публикаций. В итоге на торжественной церемонии в региональном правительстве заслуженные награды получили четыре десятка журналистов, уже маститых и только начинающих свой путь. Сегодня профессия ваша, она приобретает такие новые оттенки. Вот век современных цифровых технологий, век доступности информации, век, в общем-то, такой прозрачного стеклянного мира. Очень важно, что вы все формируете не просто там какую-то информационную среду и сферу, а формируете внутренние отношения человека к тем или иным событиям. По традиции в списке лауреатов немало сотрудников нашего медиахолдинга «Губерния». Так, заветный диплом победителя и статуэтку из рук Дмитрия Маслова получил специальный корреспондент Игорь Ситников за фильм-трилогию «Мир на ощупь», посвященный незрячим. В номинации «Аналитика» отмечена Татьяна Кобзарева за программу «Дискуссионный клуб» о столетии СССР. А корреспондент «Губернских новостей» Кристина Штерн стала победителем в номинации «Культура». В течение прошлого года она подготовила целый цикл репортажей о гастролях в столице Черноземья артистов из новых регионов России. К слову, отметили и весь редакционный коллектив нашего телеканала, который ежедневно трудится над созданием «Губернских новостей». А самый молодой корреспондент программы Евгений Жакот получил свою первую награду в сфере журналистики в номинации «Дебют». Говорит, когда пришел в профессию год назад, влюбился с первого взгляда. Человек должен расти. И когда он вырастает до того уровня, когда его не просто замечают, а его награждают, это уже определенная ступень. В нашей профессии, в нашей сложной профессии, очень сложно прийти к этому уровню. Я настолько рада, что сейчас при награждении здесь, в здании правительства Воронежской области, я вижу столько молодых ребят, которые уже очень серьезные профессионалы в нашей профессии. Мне кажется, вообще вот такие премии, они в большей степени играют на мотивацию. То есть ты понимаешь, что ты можешь делать свою работу хорошо, и это побуждает тебя делать ее еще лучше, развиваться дальше и становиться лучше день до дня. У меня конкретно прельщают всякие словесные обороты, игра слов какая-то. То есть я пытаюсь вносить в сюжеты какую-то вот такую вот нотку чего-то необычного. И меня это очень сильно цепляет. Наверное, больше всего этим. Ну и плюс ко всему, просто интересная профессия. Постоянно видишь что-то новое, постоянно находишься в движении с людьми и так далее. Это, конечно же, подкупает. Редактор субтитров А.Семкин